Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений Донец, и вы смотрите Честный обзор. У меня в руках находится коробочка из-под клавиатуры Bluetooth-клавиатуры компании Microsoft. Между прочим, эта клавиатура мне потребовалась для моего прекрасного Android-устройства, планшета Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition. Цель покупки данного гаджета очень простая. Мне необходимо набирать тексты. И причем хочу это делать где-либо в парке, или на улице, или в любом удобном для меня месте, а не сидеть дома возле компьютера в прекрасную погоду. Именно для этого Microsoft создали абсолютно универсальную клавиатуру, которая работает не только с системой Android, не только с системой Mac OS, и не только с системой Windows, но мне кажется, она подходит даже к пылесосу. Это, конечно, шутка. Мой обзор называется честным исключительно потому, что все гаджеты, которые я вам показываю, мне никто не предоставляет. Я покупаю их сам и лично для себя, поэтому нет никакого смысла обманывать вас. Если устройство дерьмо, я обязательно об этом скажу. Если устройство отличное, я 100% его похвалю. И ориентируясь на мои, пусть даже не профессиональные обзоры, вы действительно будете получать цельную и конструктивную информацию. Ну что ж, поехали! Глядя на эту упаковку, могу сказать, что действительно Microsoft качественно подошли к выполнению поставленной задачи. Во-первых, очень плотный картон. Сразу видно, что упаковка выполнена действительно от души хорошо. С обратной стороны мы можем видеть полезную информацию, и это сразу непосредственная модель применения данного гаджета. Ну, то бишь, планшет ставится на подставку, рядом клавиатура, и вот фактически ваш планшет превращается в настоящий маленький нетбук, ну или ноутбук. Я бы ноутом это не назвал, поскольку производительность планшетов, конечно же, минимальна. На торце упаковки, помимо логотипа Microsoft, мы можем увидеть также, что данная клавиатура используется системой Windows, системой Mac и системой Android. Все это работает через Bluetooth. Все абсолютно понятно. То есть клавиатура универсальная, и можно ее использовать на любом из перечисленных устройств. Что понравилось действительно, как приятный сюрприз. Вот эта маленькая петелька для того, чтобы коробочку нести из магазина, мне показалась очень продуманным шагом. И если бы Microsoft с самого начала относились к своим гаджетам так же, как Apple, то есть досконально продумывали каждую мелочь, то я думаю, не пришлось бы увольнять тысячи сотрудников из Microsoft, и они бы смогли составить реальную конкуренцию. Но вот самое интересное. Клавиатура Bluetooth. Сначала распакуем и посмотрим, что как выглядит. Во-первых, сразу очевидно, что металлический корпус. Это действительно так. Красивая штука. Блестящая, маленькая. Рука у меня, кстати, небольшая. Обратите внимание. При этом все замечательно. Откладываем в сторону и видим, что здесь есть батарейки. Да не абы какие, а настоящие. Юрасел, которые будут работать достаточно долго. По крайней мере, я об этом точно знаю. Посмотрим, что дальше. Естественно, в качестве сдачи для меня сделали приятный подарок. Это десятка с изображением моего родного города. Абсолютно новенькая, красивенькая. Сохраню на память. Внутри упаковки мы видим пленочку, предохраняющую подставку под планшет. То есть, продумано все фактически до мелочей. Итак, вынимаем эту штучку. Прекрасно. Очень приятная вещь. И дальше, я так понимаю, кроме инструкции ничего интересного нет. Ну, опять же, зачем инструкция для такого простого и вполне понятного устройства? Ну, должна она быть вот и все. Ну что ж, друзья, я почему-то решил начать именно вот с этой замечательной штучки. Это непосредственно крышка для клавиатуры, которая еще и выполняет функцию подставки для планшета. Интересно, придумали великолепное решение? Выглядит это примерно вот так. Мы ставим клавиатуру, накрываем, закрываем при помощи специальных зажимов. И вот, пожалуйста, это выглядит все очень даже компактно, красиво. И поместится в сумочку с планшетом. Кроме того, что самое главное, я считаю, в функции этой крышки, мы ее сгибаем. И вот она становится держалкой для планшетного компьютера. Посмотрите, следующим образом это все и выглядит. Запускаем планшет, начинаем работать. И, соответственно, используем клавиатуру как более удобное средство для набора текста. И не секрет, что на андроиде уже давным-давно существует масса различных программ, заменяющие обычный Word. И причем я считаю, что андроид в этом плане удобнее любого планшета на винде. Потому что все планшеты на винде поголовно тормозные. Допустим, они даже быстрые. Допустим, некоторые, допустим. Но любой планшет на винде как планшет неудобен. Он может вам выполнить функцию нетбука, но никак не хорошего полноценного планшета. Очень масса недоработок у Windows, и поэтому она бесит. Она начинает через год просто раздражать. В то время как андроид является передовой операционной системой. Очень плавной, очень красивой и ничем не уступающей системе Macintosh. Подставка настолько красива и приятна на ощупь, а также на внешний вид смотрится очень дорого, что я даже ее понюхал. Вы знаете, пахнет резиной, качественной резиной. Единственное, что меня смущает, насколько сгибаний и разгибаний хватит этого пластика. И не появится ли здесь какой-нибудь белый след. Или, например, вот здесь. До сих пор не появилось. По всей видимости, там внутри не гнется материал, а находится какой-то обыкновенный шарнир. Как будто бы у дверцы шкафа. Вот так все это выглядит. Выглядит причем очень красиво, дорого. Логотип Microsoft вообще не смущает никого. Могу сказать, что я уже пошевелился. Наверное, зря. И до покупки вот этой классной подставки приобрел такой, знаете, китайский чехол. Сами видите, как он выглядит. Это достойно, если честно. Но он тоже выполняет функцию подставки. Там раскладывается. На магнитах все это дело фиксируется. Сейчас покажу, как это происходит. Ну, значит, вот здесь берем. Хоп. И магнит, пожалуйста. Ну, также при открывании этой подставки, крышечки, разблокируется планшет. Но могу вам сказать только одно. Это выглядит не очень красиво. У Samsung Galaxy 10.1 2014 Edition прекрасный красивый дизайн. И какая-то дешевская хрень сверху. Она может действительно испортить впечатление об устройстве. Ну, что ж, друзья. Пожалуй, хватит болтовни. Давайте запустим клавиатуру Bluetooth от Microsoft. И посмотрим, как это все работает. С обратной стороны мы можем видеть вот этот вот маленький батарейный отсек. Скорее всего, он является заодно и блоком для различной электроники. Здесь вот можно рассмотреть при помощи света фонаря на черной поверхности значочек Bluetooth. Это кнопка. Она запускает Bluetooth, включает поиск при длительном нажатии. А так, в целом, просто обычная кнопка, функционал, который подобен во всех устройствах. И здесь, наконец, очень удобный отсек для размещения батареек. Нажимаем, и все выдвигается. Это устройство имеет действительно небольшой размер. Оно нереально удобно, потому что его можно положить в сумку вместе с планшетом. И этого заряда от двух батареек хватит, ну, фактически на месяц. По крайней мере, по слухам. Вот когда проверю, скажу точнее. Сразу после размещения батареек мы видим маленькую, мигающую красно-зеленую лампочку. Это означает, что Bluetooth-устройство перешло к поиску устройства, к которому можно подключиться. Естественно, это делается очень просто, как обычно. Берется планшет. Открывается в нем, пожалуйста, Bluetooth. Длительное нажатие на Android. Так это все работает. И здесь, пожалуйста, уже определилась Microsoft, VH Mobile, Keyboard. И мы нажимаем на эту клавишу для соединения. Просит ввести 3 девятки, 477 и Enter. Хорошо, давайте попробуем. Раз, два, три, 4, 7, 7. Enter. Смотрим. Еще раз ставим. Нет. Все, все, клавиатура подключилась. А теперь, друзья, давайте попробуем поработать с этим устройством. Открываем программу, которая заменит нам Word. А их целая куча. Я использую Polaris. Мне нравится. И просто начинаем печатать. Поначалу могут быть некие проблемы с набором текста. Ну, то есть, он будет на английском языке. Но это все легко очень, на самом деле, переключается. Итак, методом нехитрых манипуляций в настройках мы включаем русский шрифт. С этого момента все становится на русском языке. Работают всякие капслоки и прочее. Но вот могу сказать, что всякие привычные комбинации клавиш, как на винде, они, конечно, уже здесь действовать не будут. Ну, например, переключение на английский шрифт методом нажатия Shift-Control или Alt-Shift здесь не работает. Для этого нужно будет ткнуть пальцем на экран, чтобы выднулась стандартная сенсорная клавиатура, и переключаем на английский. С этого момента все работает на английской раскладке. Escape мы убираем обратно. И вот, пожалуйста, все как надо. Пишу Good, отлично. Ну, вообще-то, отлично это файн, но пусть будет так. Дело не в этом. Я хотел показать, как все работает. Я думаю, что данное устройство может являться отличной заменой ноутбуку. Друзья, к сказанному добавить мне уже просто нечего. Этот гаджет я считаю очень классным и удобным как с точки зрения дизайна, так с точки зрения своего функционала. Он действительно прекрасен. Да, цена 3999 рублей, то есть 4 косаря. Однако, если ты хочешь качественный гаджет, с которым тебе не стыдно проводить встречи, то Microsoft со своей Bluetooth-клавиатурой попал в точку. И на этот раз, а может быть даже впервые, Microsoft ничем не уступает Macintosh. И я за свои слова отвечаю. На сегодня это все. Меня зовут Евгений Донец. Вы смотрели честный обзор. Ставьте лайк, если вам понравилось. И, конечно же, отвалите к другим обзорщикам, если вам что-то не понравилось. Задавайте свои вопросы, я буду стараться на них отвечать в конце следующих выпусков. А на сегодня это все. Желаю вам всем удачи, целую, люблю и обнимаю. Пока!